Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Центр Сангейтс, интернет-портал радио Центр Сангейтс продолжает свою программу. У нас по-прежнему среда. Это я уже говорил второй раз, поскольку уже несколько программ у нас прошли. Мы начали прямо с 8 утра сегодня по времени города Чикаго. В настоящий момент у нас чуть больше, чем 12 часов дня. На восточном побережье город Нью-Йорк, Вашингтон час дня, 10 часов утра на западном побережье, в Москве 8 часов вечера. И как всегда в это время у нас на связи Сергей Савченко. Сергей, здравствуйте! Добрый день! Руководитель русской школы Таро. Таро с более чем 25-летним стажем. Ну, и вот было бы, конечно, странно, но говорить мы будем о Таро. Удивительная идея! Да! Вот это какое-то такое интересное вот совпадение, да, с руководителем русской школы Таро. Мы будем сегодня говорить о Таро. И я... Вообще, это любимая моя тема, знаете, у нас с Сергеем Савченко. Почему у нас? Потому что я уже являюсь учеником, уже вот полтора месяца я ученик русской школы Таро, поэтому, да. Скоро выпуск. Да, вот, да. Отстаю, правда, отстаю категорически, но вот вчера выполнил задание, набрал 179 и 185 очков. Отлично. Все-таки два вопроса я как-то пропустил. Два вопроса, что-то не то. Я ответил, хотя смотрел. Но вы знаете как, вы запутали меня. Это было предусмотрено. Да, и я потом разобрался на каком-то там предпоследнем вопросе, что это я не туда смотрю. Знаете, инерция мышления работает. То есть, о чем идет речь? Мы разбирали, я разбирал, мечи. И вот просмотрел видео, все там, 18 раз просмотревши видео, я решил ответить на вопросы, которые там были. И начал отвечать на вопросы. И смотрю в какой-то вопрос, я смотрю, там написано было, то есть надо было, как у нас тут в Америке есть multiple questions, надо выбрать один ответ из четырех. Очень хорошая система. Кстати, когда я учился, не было такой системы. Но это хорошая система. Так вот, упрощает, так скажем. И вот я смотрю, и подходят все четыре вопросы. Я смотрю еще раз, подходит. Я начинаю слушать опять все эти четыре карты, которые были. И опять все подходят. И тут я с удивлением обнаруживаю, что в мечах втесались какие-то посохи, которые я разбирал в первом видео. А потом я смотрю, оказывается, это вот, вот я же говорю, это Сапченко меня запутал. И я предполагал, что там будет речь идти только о мечах. А там, оказывается, идут и кубки, и посохи. И я хорошо не нажал кнопку отправить ответы. Я решил вернуться назад и пройти все эти вопросы. В общем, я где-то вопросов всем исправил, поскольку я же отвечал на мечи, а там, оказывается, было, знаете, как... Надо быть внимательным. Надо быть внимательным, но я же не ожидал таких, такой, понимаешь, подля... простите, подлянки от руководителя русской школы. Это жизнь. Мечи, значит, мечи. А тут оказывается, да. А тут оказывается, да. И вы знаете, я пришел вот к какому выводу. Дело в том, что вот жизнь нам дает сигналы. Причем я стал об этом задумываться все чаще и чаще. И вот мне хотелось бы поговорить на эту тему с точки зрения Таро. Как и можно ли воспринимать сигналы? Ну вот что-то с нами произошло. Или с кем-то вокруг нас произошло. Вот могу ли я... Ну я же не знаю, оно же постоянно где-то что-то происходит. Мы же проснулись, и вот уже день начался. А кто-то не проснулся, день не начался. Ну я к тому, что вот происходят какие-то сигналы, и мы их не воспринимаем. Можно ли с помощью Таро эти сигналы каким-то образом предусмотреть или понять? Собственно, самое гадание является таким сигналом. У меня бывают такие штуки, когда я смотрю на человека, и вдруг я что-то про него понимаю. Ну допустим, у меня пару раз было, что я понимал, что я буду с этим человеком работать. Пять лет прошел. Ничего. Я ничего не делал специально, чтобы это происходило. Вдруг, вот, говорит, давай вместе работать. Ну хорошо, давай. И вопрос. Через пять лет? Через пять лет, да. У меня длинные знаки. То есть вот я получаю знак, я иногда понимаю, что это знак, иногда нет. Иногда это до меня доходит уже после того, как это случилось. Но иногда это становится понятно сразу. Ну не всегда понятно, о чем этот знак. Но понятно, что вот это произошло, но они длинные, на несколько лет вперед. А у моего товарища хорошего, у него короткие. То есть вот он утром получил, у него вечером или завтра события. Такое тоже было. Но само по себе гадание, то есть когда вы приходите, это и есть, собственно, знак. И здесь надо обращать внимание на все. И насколько вам легко или сложно было прийти, и насколько вот карты там считаются, и насколько там все хорошо, удачно складывается, или там масса препятствий каких-то, это все может иметь некое символическое значение. Другое дело, что оно может и не иметь. То есть просто рядовые события, вот какой зубы почистили, какой в этом знак? Никакого. Но вдруг что-то случается. Здесь есть опасность. Если начать искать знаки во всем, ты будешь их находить. А если ты их будешь находить, то ты просто очень быстро оказываешься в дурдоме. Потому что твоя жизнь, ну, уже жить невозможно. Ты одни знаки получаешь. У тебя нет времени жить, у тебя все силы уходят на расшифровку этих знаков. Вот это конечно. Более того, ты еще и притягиваешь эти знаки? Да, да. Ты начинаешь их искать, начинаешь их находить, начинаешь их придумывать сам себе. Всякие, ну, вот есть хорошее украинское слово, забабоны такие. Ограничения, придумки всякие, разные там суеверия и так далее. И, конечно, это опасная ситуация. Поэтому лучше к этому относиться спокойно. Увидел, что это знак? Хорошо. Не увидел. Ну, и не выдумывал себе, не грузить голову. Вы знаете, меня навела на мысль, так сказать, вот сегодня об этом поговорить. Следующая ситуация. Буквально в прошлые выходные я собирался ехать к своим родителям. Это уже пожилые люди, они живут в городе Чикаго, а я живу в пригороде. Чикаго, это на севере. Ну, примерно минут сорок ехать туда. И в воскресенье, ну, нету трафика на дорогах, и я обычно по воскресеньям, если я туда еду, и вот я еду по воскресеньям. Я запланировал себе, что я туда поеду. Ну, опять же, родителям приятно увидеть сына. А мне приятно увидеть родителей. Не часто это бывает. Как-то расстояние большие. Опять же, жизнь здесь такая сумасшедшая, я бы так сказал. Поэтому родственников даже часто не видишь своих. И, вы знаете, сложилась такая ситуация, что я не поехал. Ну, то есть, ну, можно сказать, что это был знак. А какая, ну, неважно, какая была ситуация, в общем, что-то, чем-то мне надо было заниматься. И я не поехал. И вот, понимаете, звонит мне моя мама где-то в первой половине дня и говорит, причем в трансе, в полном трансе, у них на паркинге машину, которая вот, их машина, ну, еще раз повторяю, они очень пожилые люди, за 85. Ну, и вот машину на паркинге, где стоит куча машин, там проживает много людей. И это здание охраняется, и там камеры стоят все. И жильцы этого здания, они ставят, там только для пожилых людей, они ставят там машины. И вот, надо же такому было случиться, что их машину разбил один из, в дребезги причем. Въехал туда, ну, как это, внедорожник, да? Вен. Въехал в их небольшую машину, Toyota Corolla, въехал вот такая, большая такая. И разбил, так сказать, дребезги. И она звонит в трансе, немедленно приезжай, я не знаю, тут надо по-английски, тут полицию вызвали. А у меня уже программа есть, то есть я и так должен был приехать. Но я не поехал, поскольку была какая-то программа, и я не поехал. И я говорю, ну, что ехать-то? Дело в том, что там все, это все охраняется, полицию, и так вызовут, и без вас. И вам, в принципе, там делать нечего, и переводчик там особо не нужен. Так вот, у меня к вам такой вопрос. Первый, это был сигнал, я почему-то все-таки не поехал, и этот сигнал оказался правильный. Если бы я туда поехал, то я бы, ну, что я там делал бы, то есть я бы не общался с родителями, поскольку такая ситуация. Они вышли утром и посмотрели, машина была разбита. Когда она была разбита, я даже сейчас, я не знаю, потому что она разбита была еще ночью. А может быть, рано утром она была разбита. Но что самое интересное, это уже был не первый случай, потому что буквально за месяц, или за полтора, или за два месяца до этого события, они попали в аварию. То есть в них, точнее не в них, в общем, столкнулся их машина, столкнулась еще с другой. Ну, по всей вероятности были они, судя по описанию, поскольку они как-то там не посмотрели, повернули, там был знак. В общем, и машина, в общем-то, в них врезалась, или они врезались, я уже не помню. Вот. Это была авария, которая, соответственно, отразилась на их страховке. И вот, буквально, вот второй случай. И вот, как вы относитесь к этому, первый у меня вопрос. Как вы считаете, это знак? Можно ли было это предусмотреть каким-то образом? Я не знаю, знак это или нет. Здесь ничего нельзя сказать. Это можно увидеть как знак, что им надо завязывать с машинами. Вот. И мы подошли ко второму вопросу, который я вам хотел задать. Я им сказал абсолютно то же самое, без карт Таро. Я вам сейчас предлагаю, вот, в виде исключения, мы договорились, что гадать мы не будем, в виде исключения посмотреть. Завязывать надо или продолжать кататься? Потому что для меня это знак, я им сказал. Причем со стороны им сказали еще другие люди о том, что... Колесница, повешенный, дьявол, правосудие и иерофант. Им надо завязывать с машинами. Однозначно. Все правильно. То есть, видите, как здорово. То есть, мы имеем какое-то мнение. Но это мнение, оно, ну, если не уверен, то проверь. И вот в данном случае, видите, как Таро показывает совершенно точно и определенно. Совершенно отнесло. А? Совершенно отнесло. Да. Вот. Это я уже обращаюсь к нашим радиослушателям, те, которые будут смотреть наши программы. Сколько смотреть? Потому что программы все наши записываются в видеоформате. И это то, что можно интерпретировать. Вот человек не знает, к примеру. Да? Вот он получил какой-то знак. Он его не в себе, не создал в своем уме. Ну, самое первое, вы проверяете... Ну, если вот я... Что-то случилось, да? Я думаю, знак это или нет. Я делаю расклад, знак это или нет. Если это знак, тогда я делаю второй расклад. В чем смысл этого знака? Каково содержание? Каково послание этого знака? Если это не знак, просто пустяковое, рядовое, случайное событие. Ну, все, забыл, выкинул вызовы и не думаю о нем никак больше. Вот я вам хотел как раз задать первый вопрос. Это был знак? Ну, вы сразу сказали. Я сразу это... Я могу совместить эти два вопроса. Я посмотрел, да, это был знак. И это был знак, что с машинами надо заканчивать. Да, ну, видите, как хорошо. То есть, вы это знаете, вы, естественно, идете намного дальше и интерпретируете гораздо быстрее. Но для наших, допустим, радиослушателей, для нас простых, так сказать, смертных, которые в этом не разбираются, это та проверка, которая может вам, нам, всем сэкономить достаточно много... Сил, средств, здоровья, и да, и жизнь в том числе. Да, потому что я им сегодня утром, мы беседовали, и я им сказал. Ну, а представь себе, что такая ситуация... Ну, вы же пожилые люди, 87 лет отцу будет через несколько дней. И причем интересно, что ему надо сдавать на права, потому что в Америке после 85 лет каждый год надо сдавать на права. И он переживает, поскольку машина разбита, и что делать? Это сдавать на какой-то машине. То есть, не можешь сдавать на права, то есть, пересдавать каждый раз надо будет. И я им говорю, а зачем тебе это вообще надо? Что ты там мучаешься с это пересдавать, искать машину, завязывай с этим делом, и все. Более того, тебя возмещат этот ущерб, мне ты же виноват. Ты еще деньги получишь за эту разбитую машину, и все. Надо будет, так поедешь на такси, в конце концов, не так часто. Вот. Ну, хорошо. А скажите, были ли в истории какие-то случаи, знаки, которые какие-то вот такие известные случаи в Таро и в различном? Просто просидите нас. Ну, второй нет, а вот насчет одного знака вы стали говорить, я сразу вспомнил, да, когда на стенах славного города Вавилона возникла надпись «Мойной Текилу Парсина». Что в переводе? Посчитано, взвешено, продано. Это есть библейская история, когда там царь, я уже не помню, кто кого там осадил, и вот один царь думает, ну, как наш город, возьмут, не возьмут, а ему там на стене огненная надпись появляется, что не только возьмут, уже все продано, не волнуйся. Ну, это было задолго. Да, задолго до второго. Хотя, вы знаете, я недавно читал, но я не знаю, когда же, как к этому относиться, кроме как с юмором, что уже в «Дрени в Вавилоне» было второе, они там его уже склепали, сделали там глиняные таблички, понарисовывали, и все можно было надать прекрасным образом. Не знаю, пускай. Я хочу уточнить ваш вопрос. То есть, вы говорите о событиях, которые были со мной, или в моих гаданиях, или вообще в истории Таро? Ну, может быть, начнем в хронологическом порядке. Вы еще не ровесник на сегодняшний день. Нет. Вы не ровесник Таро. Выглядите значительно моложе тех дат. Давайте мы в хронологическом порядке начнем с исторических, допустим, каких-то там. Практически всегда, когда говорят о Таро, и хотят показать, что оно работает, что оно там все это самое, упоминает мангвозель Ленорман, французскую гадалку, которая гадала, кому только не гадала. Она не гадала на Таро как таковом, она гадала на других картах. Вот то, что сегодня, кстати, называется оракул мангвозель Ленорман, это на самом деле немецкий оракул, который к самой Ленорман никакого отношения не имеет. Считается, ну, опять, я не очень большой знаток именно этой части гадательной карты. Я рассказываю, как я это помню, я могу сейчас ошибаться легко. Но она как-то была связана с Итейла, французский такой товарищ, он сделал гадание на 32-х картах, пикетная колода, 32-е карты, и он там создал свою систему гадания. И вот вроде бы она гадала именно по его системе. И кому, что только она не предсказывала. Она предсказывала и то, что Наполеон станет императором, и его Жозефина станет императрицей. Она предсказывала декабристам, что они будут казнены, повешены. Они там дико удивлялись. Я думаю, смеялись и не верили до тех пор, пока не заболтались на веревочках и ся. Ну, то есть, она была очень знатой гадалкой. Она была настолько знатной гадалкой, что ее имя превратилось из имени собственного в имя нарисательное. То есть, остальные гадалки во Франции, в Европе вообще в середине 19-го века. Она гадала в начале 19-го века, а вот уже в середине 19-го века ее имя было как будто бы названием профессия. То есть, вы кто? Я Ленорман. Ага, то есть, я гадаю на картах. Вот так даже было. И дамы, которые гадали на картах, они вмешивали в себя не свое уже имя, а вот я там, мадемуазель Ленорман. Ну, это, наверное, наиболее известное предсказание. А так-то все предсказания проходят в тиши кабинета. Вы ко мне пришли, я вам погадал, я вам что-то сказал, вы с этим тихонечко ушли, и все, никто ничего не знает, никто ничего не говорит. Как исповедание, правильно? Конечно, тайна исповеди у нас сохраняется. У меня часто клиенты спрашивали, а вы никому не расскажете. Я говорю, вы знаете, я выпускаю газету, голос Таро, и я там, ваш случай, конечно, я его опишу с фамилиями, подробностями, фотографиями. Ну, смешные люди вообще. Но иногда, вот знаете, ощущение... Ну, спросить надо на всякий случай. А, да, да. Ощущение, что тайна тебя переполняет. Даже не то, что хочется их рассказать, а просто уже слишком много делается этих тайн, вот, и это тоже немножечко устаешь от этих тайн чужих. А, скажите, вот действительно, существуют разные виды гадания, если мы говорим уже о гадании, хотя я не очень люблю это слово, я больше так прогноз считаю, как-то более осторожно, а то гадание как-то люди не всегда адекватно относятся к такому слову. Это именно гадание. Мы гадаем, мы перебираем варианты. Мы угадываем, что будет. Ну, так, хорошее слово. Мы когда-то на эту тему говорили. Прогнозирование – это хорошее слово. Никто не скажет потом, что вот он мне нагадал и так далее. Все-таки, карты, вот мадам Ленорман, расскажите немножко о ней и почему вот это стало популярно? Это что проще или меньше вариантов? Или как? Почему такие карты? Я ничего не могу про нее рассказать. Не, ну хорошо, не про нее, а про методики. Я не работал с ними. Ну, конечно. Я читал, я смотрел. Ну, это, знаете, это как учить еще один иностранный язык. Тут по-русски-то с трудом научился без мудяков говорить. А тут тебе говорят, все, давай учи суахили. Ты какое суахили? Давай учи все. Опа, наушник выскочил даже от такого волнения. Ну да. Поэтому я... Я сразу вспоминаю, простите, карту десятку мечей. Да. Когда не обойдет... С песни слов не выкинешь, правильно? Ну да. Да. Вот. Поэтому я почитал, почитал, полистал. Мне пару раз погадали на этом Ракулине, но я с ним конкретно не работал. И сказать, как он работает, хорошо, плохо, я не могу. Я думаю, что проблема не в том, какие карты у тебя в руках. Есть еще, допустим, французская Таро Мадам Эндир, персидская Таро Мадам Эндир. Тоже какая-то модифицированная колода есть. Оракул Мадам Эндоры. Свои там какие-то значения. Проблема не в том, с чем ты сидишь, что ты в руках держишь. Проблема в том, что у тебя здесь. Если знаешь, что ты свое дело, или не знаешь, состояние ты карты прочитать, или не в состоянии. А это уже технические подробности, с чем именно работать. Я вот, кстати, заметил, что очень часто многие торологи не удерживаются в рамках одного Таро. Им как будто бы не хватает. Они начинают привлекать кто эту астрологию, кто Рейки, кто там Космоэнергетику, кто еще какие-то странные штуки. Я в этом плане такой не совсем традиционный Таролог, потому что мне кроме Таро не надо вообще ничего. Ничего, короче. Не надо только Таро одну, используя и все. А как вы это объясните? Вот это как бы такая психологическая такая подоплека этого всего. Почему люди не удовлетворяются тем, что у них есть? А почему они пытаются все искать и все улучшить, и изменить, что-то такое? Может быть, в этом что-то как бы есть или нет? Вот для вас, понятно, вам ничего другого не надо. Ну, а если, допустим, Таро, это тоже не сто процентов, правильно? Второе не сто процентов, второе не единственное, не единственное возможное инструмент. Но меня он устраивает. Я не вижу, что-то другое. А других не устраивает. Да, да, да. Я не про вас. Это понятно, что вас устроит. Мы с вами беседуем. Как вы считаете? Или трудно сказать вам ответить на это? Не знаю, почему я это делаю. Вот как у вас? Конечно, здесь банальный ответ. Есть банальный ответ, что они все дураки, они не знают Таро, поэтому вот они там ищут что-то еще. Но это слишком просто было бы. Кто-то говорит, что вот Таро не дает там возможности сделать что-то. Кто-то говорит, что вот я хочу комплексно помочь человеку, или там увидеть еще какие-то посты, еще какие-то свои информации. Не знаю, мне хватает Таро и для того, чтобы помочь, и для того, чтобы прочитать и все. Но я недавно осознал эту проблему и еще до конца ее не додумал, не обдумал. Только вот понял, что такой момент присутствует, и есть смысл над ним подумать, почему так происходит, что в этом хорошего, плохого, какие есть нюансы. Ну, любопытная идея. Сергей, у меня к вам вот такой еще вопрос. Я сегодня разговаривал с одним моим знакомым, он, кстати, был у нас как-то в эфире, и он тоже изучает Таро, ну, сам по себе, но он так все изучает руны. Ну, вы знаете, конечно, да? Шведская, скандинавская, точнее, традиция. Вот руны и он. Я ему рассказываю, он меня спросил, как там, как дела, как там биржа. Я ему говорю, вот у нас будет буквально завтра-послезавтра будет две подряд программы, где я буду показывать, как это в реальном времени все происходит. Он говорит, послушай, а ты не думал, что с помощью РУМ можно усилить, ну, скажем, то, к чему ты хочешь, результат, которого ты хочешь добиться. То есть, вот я, допустим, сегодня у нас среда. То есть первая начальная стадия. Вот у нас есть пять дней недели. Вот мы воскресенье берем и рассматриваем с помощью различных методик, второго в том числе. Какой самый благоприятный день? Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, допустим. Ну, вычислили самые лучшие. Вот раскладываем пять. И как у вас есть, разложите самый главный, а потом самый худший день. Правильно? То же самое. Ну да. Можно сделать, правильно? Конечно, да, легко. Вот определяем конкретные дни. Выбираем конкретный день. Вторник, самый сильный день. Значит, мы уже знаем. Самый плохой день, ну, к примеру, пятница. Значит, пятницу мы отбрасываем, допустим. Вообще в пятницу не работаем на бирже. Ну, а зачем? Шансов меньше, верно? Мы исходим из того, что это действительно так оно и есть. И вот мы выбрали вторник, и мы начинаем во вторник работать. Ну, он предлагает вот, что с помощью рун, допустим, я, правда, не знаю, усилить, еще раз, вот этот результат, который мы собираемся положить, на результат, который мы собираемся достичь. Можно ли это сделать, как вы считаете, ну, я не про руны, а вообще, можно ли усилить такой результат с помощью кар-таро или магии, ну, опять же, в контексте таро? Можно. Любой вопрос, который задерживает в себе глагол «можно», подразумевает ответ «можно». Можно полететь на луну? Можно. А можно найти клад? Можно. И клад можно найти, и на луну можно полететь. То есть, как бы, совершенно не проблема в этом плане. Как, простите, было в этом «Спорт Лото-72», я помню, был такой фильм, и вот там два персонажа. Михаил Кокшенов, как сейчас помню, и Пуговкин. И вот Кокшенов спрашивает, скажите, а эти грибы есть можно? Он говорит, можно. Только отравишься. Ну, только один раз, и все. Ну, только отравишься, да. Он только икс, раз, и если он говорит, только отравишься. Да. Да, можно. Нет, ну, можно. Если ты знаешь, как, если ты знаешь эти руны, как ими пользоваться, и там все остальное и прочее. Конечно, можно усилить. Тут такой вопрос. Ну, вот я усилил, да, я получил то, что хотел. Но то, что я получил, оно адекватно моим усилиям или нет? Потому что я вторгаюсь в какие-то там, не знаю куда, какие-то тонкие вещи, тонкие планы. Я не знаю, как это все отразится на мне. Я не знаю, как это все, насколько разумно это вмешательство. Одно дело, я там тяжело заболел, и мне надо выздороветь. То есть, речь идет о спасении моей жизни. Второе дело, я хочу там выиграть, ну, не знаю, какую-то небольшую или даже большую сумму денег. Насколько это оправдано вмешательство? У меня всегда по этому поводу большие сомнения. У меня неоднократно возникает вопрос, вот у моих клиентов, что давайте будем делать ставки, давайте будем угадывать чемпионаты, футбольные чемпионаты. А почему нет? Или участвовать в этих набегах, допустим? Да, да. Набегах не разу, а вот ставки делали. Я проверял, я со своим товарищем делал, я ему поставил условие, что он мне не говорит о том, сколько он денег заработал, выиграл, проиграл, делал он вообще эту ставку или нет. Он мне просто дает задачу. Вот две баскетбол, мы с ним смотрели, две баскетбольные команды. Кто победит, кто проиграет, или ничья. И вот мы в течение месяца три или четыре, раз в неделю, мы делали вот такое гадание. Он, сам математик, он это все дело посчитал, обработал. Говорит, поначалу у тебя была точность где-то процентов 75-80. Потом она стала ниже, да, потом она стала ниже и где-то вот в районе 60-65 процентов. Я не знаю, насколько это хорошо или плохо. То есть, мне кажется, что 65 это немного. Хотя, с другой стороны, это намного больше, чем 50 процентов. То есть, или выиграет, или не выиграет. Вот. Он мне сказал, что где-то он ставки делал, где-то он ставки не делал. Уже потом, когда мы закрыли этот эксперимент. В сумме он заработал больше, чем потратил. Ну, замечательно. Но я знаю, что если бы я был в доле, я не смог бы гадать. То есть, мои гадания были бы неадекватны. Потому что, я все время бы, боялся бы проиграть. Или надеялся бы на выигрыш. Или бы мысленно тратил эти деньги, и уже думал бы, вот, сейчас я получу там столько-то, а потом столько-то, я куплю себе то, я куплю себе это. То есть, я эмоционально вовлечен, и я просто не могу быть бесстрастным, не могу бесстрастно читать карты. Когда я ему гадал просто так, когда якобы от этого ничего не зависело, ну, для меня, по крайней мере, потому что мне не говорили, не будет он ставку делать, мне не будет, мне просто было все равно, как математическая задача. Мне было намного легче гадать. Вы знаете, существует такая статистика, кто больше всего выигрывает в казино. Как вы думаете? Новички? Новички – это расхожая вещь, может быть, в этом есть, так сказать, сермязная правда, но имеется в виду слои населения, скажем, ну, работающая публика, студенты, там, пенсионеры. Пенсионеры, это правда. Почему? Я думаю, что они едут просто поиграть. Правильно. То есть, это просто аналогия с тем, что вы только что сейчас сказали, потому что те люди, которые не зациклены, по-английски это называется attachment, или привязаны к результату, а к самому действию, то у них шансов гораздо больше. Не устаю повторять, есть такой российский писатель, которого зовут Вадим Зеланд, и он написал известную всем вещь «Трансерфинг реальности». Классная книга, кстати. И вот он пишет, если мы будем относиться к какому-то событию, как к тому, что пришли в киоск за газетой, газеты нету, ну, можно сказать, да, неприятно, но это мир не перевернулся, ведь, ну, ничего не произойдет, завтра будет, так уж получилось, то тогда все в порядке. Если мы будем дико переживать и так бегать и искать эту газету по всему городу, ну, тогда понятно, что можно. тогда это будет напряжение. Это будет напряжение. Так вот, надо сделать таким образом. Ну, ментально, наверное, можно каким-то образом попытаться уйти от вот этой привязанности к этому результату. То есть, в данном случае, видите, падала у вас там, скажем, процент вероятности. Ну, ментально можно, но тяжело. Наверное, надо все-таки без каких-то вот далеко идущих выводов. Ну, вот давай мы погадаем вот туда и туда. И человек не говорит о том, что он ставит вот на эту лошадь или на этот день. Вот тогда оно будет происходить. Как вы считаете, само по себе это мероприятие, ну, во-первых, оно возможно? Оно возможно, да. Оно возможно. А во-вторых, оно правомерно или нет? Этого я не знаю. И даже не хочу об этом думать, потому что у меня нет ни малейшего критерия определить, да или нет, правильно это или неправильно. Ну, если мы умеем пользоваться нашими мозгами со всеми вытекающими последствиями, то почему бы и нет? То почему бы и нет? Я не вижу в этом, кстати, ничего плохого, поскольку мы просто, если участвуем в каком-то проекте, неважно в каком проекте, который просто сам по себе не противоречит общепринятым, конечно, нормам, тогда, ну, так давайте привлекать тех специалистов, которые могут помочь, чтобы этот проект достойно завершился и, так сказать, с пользой. Ну, мне кажется, так это, да, нормально, нормально. Скажите, ну, все-таки, вот мы, я вам задал вопрос, и вот ваши личные, судьбоносные какие-то, вот, какие-то были, были сигналы вашей практики? Ну, без имен, понятно. Ну, судьбоносные имеются в виду, какие-то значимые, действительно. Знаете, а я вот не помню. Я на самом, да, я на самом деле забываю все свои гадания. Я помню гадания, которые были какие-то экзотические, или очень странные вопросы, или оно сложно читалось, или еще там как-нибудь. но на самом деле, через какое-то время это все превращается в рутину. То есть, тебе приходит человек, что-то там говорит, ты ему что-то отвечаешь, он уходит, и ты через три минуты забываешь, что он там у тебя спрашивал, и о чем мы гадали. Ну, то есть, это все просто делается. А с другой стороны, это все держать в голове, ты просто сойдешь с ума. Это все будет жить у тебя в голове. Зачем? Сергей, ну, а если вы будете писать книгу, допустим, мемуары Сергея Савченко, который вот за столько лет, вот, скажем, совершил то-то, то-то, ну, вы же должны вспомнить. Ну, я вспомнил, я потом пособрал какие-то примеры, которые использованы на лекции, вот, какие-то случаи, которые у меня были. Получилось их там около 20, естественно, что их за 20 лет было намного больше. Были забавные, были странные, были смешные, были там еще, какие-то, всякие были. Но они, да, они не столько связаны со знаками, вы знаете, ну, как работа, то есть, вот, я иногда мне кажется, что я как будто телевизор ремонтирую, или вот там, что-нибудь такое дело, то есть, вы приходите мне, вот у меня такая проблема, я посмотрел, ну, вот это надо сделать, все сделал, все хорошо. У моей дочки был кавалер, у этого кавалера был папа, а у папы был, естественно, дедушка, дедушка как-то там взял и умер, и оставил квартиру, квартира не продается, это все, фирмальное дело происходит, квартира не продается, значит, он, что такое, дух дедушки остался в этой квартире, и нельзя продать, он препятствует тому делу. Он пошел, значит, папа пошел к местной гадалке, к местной специалистке, она ему там всякого разного, она рассказывала, всякого, чудесного, такого, но что-то, оно как-то не работает, а цену она загнула, там, мама дорогая, вот такая, серьезная, европейская цена, да, зачем-то, не один раз это надо было сделать, несколько раз, и так далее. Дочка пишет мне, папа, вот так и сяк, шока-шока, я посмотрел, говорю, надо вот это сделать, вот и все, а как, говорю, не, это они все нормальные, ты только скажи, что надо сделать, и они все сделать, я им сказал, что надо сделать, вот они сделали, то через неделю они продали эту квартиру, все, вопросы у них, это приятно, это, это интересно, это интересно, это впечатляет, а скажите, ну, может быть, не вдаваясь в детали, с чем это было связано, это было связано, что с вашей интуицией, это было связано, видите, я вам даю несколько ответов на выбор, да, несколько вариантов, выбора ответа, или это было, вот вы, скажем, магия, или это было... Это связано только с одним, тем, что я экс-специалист, экстра-класс, я посмотрел, как-то и все увидел, я сказал, что надо сделать, это сделали, и оно все получилось, вот все, все, с чем это связано было, вот, причем это были очень простые вещи, такие там, незамысловатые, не фантастические, это все легко было сделать, даже не, то есть, это же не я делал, это они делали, там, они пришли в этот дом, где это жило, это дедушка, и там все эти штуки, которые надо было делать по делам, то есть, ну, я люблю такие техники, когда я могу это отдать вам, то есть, мне это самому лид работать, зачем ему не надо, я говорю, что вам надо делать, вы идете, все делаете, ну, и принцип, что все компоненты для магии, вы должны иметь возможность купить на ближайшем строительном рынке, рынке и в супермаркете, все, да, то есть, никаких сушеных жаб, да, никаких сушеных жаб, никакой кроме драконов, а чучело людей, которых надо отвадить, или переворожить, или еще похоже, этого не пользуются, не, мы пользуемся, почему, но для этого вы будете, конечно, да, вы идете в магазин, где продаются куколки, покупаете Кена, Барби, только подбирайте его такого, чтобы он хоть минимально был похож на того человека, на которого вы будете делать там свои добрые заклятия, или злые заклятия, или что вы там собираетесь на него делать уже, ну, все, и совсем не обязательно, как-то более сложно это все делать. А скажите, к вам обращаются люди, они обращаются, будем так говорить, больше с добрыми намерениями, или со злыми намерениями? Знаете, иногда вообще невозможно понять, с какими намерениями они обращаются, с чего они, собственно говоря, хотят, они сами плохо понимают, сами не знают скорее. Да, но чаще, конечно, это проблема, чтобы снять порчу, так, чтобы вот, давайте мы его уничтожим, давайте мы отомстим, давайте мы там что-то ему плохого сделаем, такие тоже приходят, но это бывает крайне редко, вот, очень нечасто бывает. Сергей, у меня к вам такой вопрос, вот сейчас прямо вот, в голове у меня что-то перемкнуло, буквально вчера мне жена рассказывает о том, что к нам в центр обратилась одна женщина, она живет в другом городе, и она, у нее нет детей, и как она не лечилась, и как она не старалась, и не получается, короче говоря, и, ну, то есть она замужем, но не рождается ребенок, и не хочется идти вот на эти подсадки там, и так далее, искусственные все эти вещи, и, ну, первое, что пришло на ум, это поговорить с психологом, ну, вот есть у нас психолог, очень хороший психолог, только что, вот мы с ним провели программу, очень интересную, и, ну, как бы, ну, говорит, да, если я побеседую, может быть я, опять же, не стопроцентно, может быть я и помогу, скажите, вот этой женщине, ну, допустим, мы разложили карту, вы можете ответить, поможет или не поможет, но, как вы можете ответить на вопрос, допустим, родит она в конце концов или нет? Я не могу ответить на это. Но не вы, карты. Нет, тут совсем другая техника, значит, первый вопрос, есть физиологические препятствия или нет? Так. Значит, если у нас физиологические препятствия нет, то есть, вся эта медицинская часть работает нормально, все, никаких вопросов нет, иди, спи, рожать, иди домой счастливый. Если это не происходит, значит, у нас есть какие-то другие проблемы. Первая проблема, это психологическая. То есть, она может быть, говорит, что она хочет ребенка, но она хочет ребенка, другого мужчины, или не хочет от этого мужчины. Это раз. Вторая проблема, может быть, мужчине. Это два. То, она хочет, конкретно от этого, а у него там какие-то там свои трудности, сложности с этим делом. Теперь есть третий момент. То, что она забеременела, не значит, что она родит. То, что она родит, не значит, что он проживет хотя бы до вечера, этот ребенок. Вот, предположим, я говорю, да, ребенок будет, он рождается, он умирает к вечеру, он был, или его не было. Я правильно ответил на вопрос или нет? Вот, это хитрый момент. И далеко не всегда я или клиент понимаем это одинаково. То есть, это всякий раз надо проговаривать, уточнять, определять и так далее. Ну, то, как я бы начал гадать, первое, чтобы я задал вопрос, есть физиологические препятствия у женщины или нет? Да, есть, нет, нет. Хорошо. Уже известно, что нет. Если много лет она не может забеременеть, значит, наверное, есть физиология. Ну, я понимаю, о чем вы говорите. А может быть, это психология? Может быть, она не хочет от этого? Давайте мы уберем тот момент, от кого она хочет, допустим, забеременеть. Со своего мужа, она замужем. Долго и счастливо. Тут этого момента нет. Значит, остается два варианта. Миша, вы жили с ними, вы знаете, как они живут. Не, не знаю, я понимаю, о чем вы говорите. Поэтому, да. Так я же сказал, пока отбросим этот момент, пока отбросим. Может быть, конечно, там есть. И оставим всего лишь два, правильно? Значит, есть два варианта. Есть вариант физиологический аспект, есть вариант психологический аспект, верно? Ну, вот смотрим физиологию. А, тут еще мне подсказывают со стороны порча. Смотрим физиологию. Вот то, что мы начинаем. У нас маг, мир, дьявол, башня и смерть. У нее проблема с физиологией. То есть, следующий момент даже не надо рассматривать? Даже не надо рассматривать. У нее проблема с физиологией. И без операции у нее ничего не выйдет. В чем состоит операция, я не знаю. Будет ли это искусственное оболтетворение? Или будут ей там трубы чистить? Или еще как-то там будут ковыряться железяками? Это я не понимаю. Вот. Если она говорит, вот давайте это проверим, это проверим, и все это мы проверим. Ну, поскольку я не врач, я сам ничего придумывать не буду. Но то, что у нее без вмешательства извне ничего не произойдет, не вызывает никаких сомнений. Понял. Хорошо. Вот это, вот видите, как мы, видите, суживаем какие-то количество вариантов, а человек-то ведь не знает. Вот с помощью таких вот вещей это же здорово и замечательно. Скажите, о магии. Последний вопрос. Я знаю, что уже мы задержались, в общем-то, как-то я не планировал, но все это очень интересно. И гадаем мы как-то органично во всем этом. Это не просто там какой-то вопрос такой в тематике. Скажите, а магия здесь может помочь? Для этого надо посмотреть? Конечно. А вы сами не знаете? Нет. Так вы же магия. Если не считать, что вы волшебник, так вы же... Так, слушаю. Есть карты. Карты показали, я сказал. Карты не показали, я не сказал. А в этом и заключается магия? Нет, в этом заключается мой принцип работы. Понятно. Я ничего не говорю от себя. Я ничего не решаю от себя. То есть видите, как операция, вот смотрите, она предполагает, что она теоретически может поехать в Бразилию к этому известному во всем мире целителю и медиуму, а где духовные операции, не физиологические? Нет, там нет никаких духовных операций. Там чисто физиологическая классическая медицина. Где? Ну, в картах у меня была. А у вас? Да. Ну, ну, я понял, я понял. Я имею в виду, что происходит на самом деле в Бразилии. То есть, а, окей, я понял. Значит, магия. Хорошо. Магия у нас звезда, колесница, император, маг и жреца. Ну, прекрасно. Нет, на самом деле не очень. Нет? Да. Императрица, умиренность и луна. Значит, магия сама по себе проблему не решает. Магия может способствовать, но не решает проблему в одиночку. То есть, только магическими методами мы деторождения не добимся. Но как вкупе, в сочетании с каким-то... Да, это будет полезно. То есть, мы идем к врачу, врач нам, скажем, в госпитале что-то такое там делает, а в то же время нам кто-то со стороны маг-волшебник помогает. Правильно? Да. Так шансы просто увеличатся. Да. Ну, все. Это позитивно. И на этой позитивной ноте я хочу поблагодарить руководителя русской школы Таро Сергея Савченко за такую интересную программу, которую мы провели. Как-то у нас сегодня вот все идет так это очень мобильное и очень-то гладенько, я бы так сказал. Спасибо большое, Сергей, за ваше время. Спасибо вам. И мы благодарим наших радиослушателей, которые были с нами сегодня в этой программе. Ну, и последнее, что я хочу сказать, это наши координаты. тройное W sungate-radio.com sungate-radio.com sungate-1-08 это наш скайп. Телефон 847-226-996 все программы записываются, выкладываются на YouTube, потом идут в Facebook. Кто захочет, подписывайтесь на наш канал, поскольку все, тогда мгновенно вы получаете уведомление. Это программа конкретная, Сергея Савченко, кстати, уже выложнена там, поэтому пожалуйста. ну и в то же время sungate-radio на Facebook. Всего доброго, ну и до новых встреч. До свидания. Всего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин